Привет! Это Деконте. Видеоинструкция по сборке шкафа «Холостяк». В комплект входят две коробки и набор фурнитуры. Открываем обе и раскладываем элементы так, как показывает мастер на видео. Обращаем ваше внимание на то, что место для сборки должно быть чистым и ровным. Все необходимые отверстия уже есть в элементах шкафа. Самостоятельно сверлить ничего не придется. Для сборки потребуется молоток, ключ под евровинт и шуруповерт. Если его нет, подойдет обычная крестовая отвертка. Начнем с крупных деталей темного цвета. Они составят каркас шкафа. Первым делом соединяем дно шкафа с его центральной стойкой с помощью двух евровинтов. Таким же образом к центральной стойке крепится и крышка шкафа. Затем к крышке шкафа крепятся правая и левая стенки. После этого стенки соединяются с дном шкафа. В основании шкафа между правой и левой стенкой закрепите цокольную планку. Для правильного монтажа задней стенки шкафа его необходимо упереть к стене. Это позволит контролировать диагональные деформации. Расположите один из двух листов задней стенки заподлицо с крышкой и боковой стенкой шкафа. С помощью гвоздей из наборов фурнитуры закрепите заднюю стенку на каркасе шкафа. Старайтесь не бить гвозди слишком близко к краю. Кроме того, желательно забивать их под прямым углом. Если первый лист прибит правильно, то второй необходимо будет регулировать только по вертикали. Крепите второй лист так же как первый. Теперь шкаф можно поднять и приступить к монтажу полок. Центральная полка крепится с помощью евровинтов. Такое решение применено для большей жесткости конструкции. Устанавливаем ее первой. Верхняя и нижняя полки крепятся на упоры полкодержателями. Установить их можно от руки, а сами полки кладутся прямо на них. Теперь перейдем к установке петель на дверцы шкафа. Укладываем дверцы на пол внутренней стороной вверх. И раскладываем петли в места их установки. По четыре на каждую дверцу. Крепление петель производится черными саморезами из комплекта фурнитуры. Чтобы правильно установить дверцы, шкаф необходимо снова положить, но уже на заднюю стенку. Дверца устанавливается на ребро боковой стенки и крепится на саморезы по разметке. Обратите внимание на то, что мастер крепит каждую петлю только на один саморез. Крепление второй дверцы производится аналогично. Затем возвращаем шкаф в вертикальное положение. И убедившись, что дверцы установлены на одной высоте, закручиваем в каждую петлю по второму саморезу. Теперь установим штангу для вешалок. Чтобы установить ее ровно, мастер производит разметку. Отмеряя 25 см от задней стенки и крышки шкафа. Затем с помощью саморезов устанавливает крепление для штанги. Обратите внимание на то, что второе крепление необходимо устанавливать вместе со штангой. Иначе установить ее не удастся. Ручки на дверцу устанавливаются с помощью саморезов с пресс-шайбой. Сначала вкручиваем саморезы, затем осторожно притягиваем ими ручки. Сборка практически окончена. Остается установить декоративные накладки на евровинты, и ваш шкаф готов к эксплуатации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова